Всем привет, ребята! Всем доброе утро! Мы с Юлей Владимировна завтракаем, сидим у нее чай, у меня кофе. И на завтрак смотрите, что у нас. Макароны! Я вчера так много сварил макарон, что у меня еще осталось. Ну и что вы думаете? Я просто взял, забил их яйцом. Юле добавил еще туда сосиску, а у меня котлета. Пожарил вчера котлету по рецепту, как мне написали в комментариях подписчики. Добавь туда тертый лук. Я, похоже, туда его чересчур много натер. Потому что котлеты получились, как Юля говорит, жидкие. Но только сегодня на утро они нифига не жидкие. Да, но вчера, я не знаю, мне показалось очень мягкие. Они вообще такие сочные получились, просто бомбически. Такие были твердые. Ну на вкус и цвет. В общем, сегодня они уже твердые. И я вот утром буду завтракать макаронами с котлетой. Алиса ждет, пока сварится каша. Я ей кашу поставил варить. Ну, котлета. Зря вы хаете мои котлеты. Обалденно. Всем приятного аппетита, ребята. Всем привет. Мы уже с Алисой собрались в школу. У нас, представляете, воду горячую отрубили. Включил котел. Греется. Утром искупался холодной водой. Вообще жесть. Ну, бодрячок зато. Да, бодрячок, любимый. Сейчас Алису отвезу. Ну-ка, стой. Машина едет. Скорее туда. Какая же умная машина. И сам хочу зайти в магнит. Купить копчености. Суп гороховый хочу сварить с копченостями. Будет космос. Я вам покажу, как я делаю. Мышка. Мышка. Как твои делишки? Отлично. Так, Алису отвели. Идем в магнит. Взял молоко. Кефир, грудинку, окорочок, яблоки. Ну, грудинка с окорочком. Это на супчик на гороху. Хотел ребрышки еще взять. А они уже все. Сегодня 30-е. Я их брать не буду. За покупку какого-то скрипыша мне дали. Не знаю, что это такое. Ну, Алиса разберется, домой придет. Тут напротив школы площадка детская. Дети со школы идут. И сразу на площадку. Народу много. Все играют, веселят. Сегодня денек такой хороший, погожий. Не пасмурный. Обалдеть. Хотел супчик сварить на ребрах. И уже добавить туда курицу и бекон. Но ребер нету. Сейчас заедем в Пятеру. Если есть, то купим. Если нет, будем делать без них. Заехал в Пятеру, купил воды. И вот такие ребра. Нам на супчик пойдет. Зашел в Хлебурже. Юлю вкусняшку купил. Пекан. Кофе. И хлеба, думаю, нет. Хлеба леченый еще. А то как же я ж буду супчик-то свой кушать без хлебушка-то. Надо с хлебушком. Только зашел домой. Сразу же первым же делом. Достаем нашу мультиварку. Смотрите-ка что. Только ребрышки открыл. Уже ходит, орет, попрошайничает. Знаешь же, что нельзя? Добавили ребра. Наливаем воду. И ставим наш бульон, пока будем готовить ингредиенты. Лук. Морковь. Грудку куриную. Бекон. Что у нас еще? Ну, конечно же, горох. И, ну, можно немножко картошки. Закрываем, закрываем. Меню выставляем. Мясо. Суп. 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 И старт. Так, займемся остальными ингредиентами. Ребра у нас уже все готовятся. Во всю. А остальные у нас ингредиенты. Пару картофелин. Одна морковка. Лук. Бекон. Вот такой вот у меня. Сочинский. Мы его весь использовать не будем. Наверное, думаю, что, ну, где-то одну треть. Может быть, половинку. А полутушка цыпленка. Почему? Потому что не было одной голени или одного бедра. Была вот только вот такая полутушка. Взял ее. Использовать буду только одну бедрышко. Лавровый лист. Соль. Перец. Горох. Все. Для начала нарежем наш бекон. Кому как нравится. Хотите со шкуркой, хотите без шкурки. Можно просто взять ее попробовать, да? Жутковато, например. Поэтому лучше ее, например, убрать. Ну, кому как нравится. Половинку отрезаю. Вот так я его хочу помельче нарезать. Вот так пополам еще. И погнали. Вот такими вот полосочками. На сковороду в это мероприятие и на медленный огонь. Пока топится наш бекон, займемся луком. Нарезаем его, как всегда, кубиками. Скажите мне, что надо этой кошке? Я не понимаю. Входит, орет. Предлагая бекон, не хочет. Мяу, налил молока, не хочет. Вот что ей надо. Ну, курица подожди, разморозится дам. Хотя я не имею права тебе давать. Я же тебя кормлю специальным кормом. Дам мясо, все. Это все коту под хвост. Все наше с тобой лечение. Хиньи. Иди, не попрошайничай. Я знаю, что ты хочешь. Ты играть хочешь, да? Друнта. А, нет! Нет! Моя нога. Синди. Жопа мелкая, жопа. Жопа мелкая. Отправляем лук в наш бекон. Он еще, видите, не начал даже подтаивать. Ну, все вместе обжарим и лук, и бекон. И еще и морковь сейчас сюда добавим. Теперь берем нашу морковь и на терке ее натираем. Готово нашу морковь. Отправляем ее туда же, в лук и бекон, на сковородку. Иногда спрашивают, где я покупаю вот такие ножи, например, да? Или где я купил терку. Все, ребята, в Икеа. Очень классно, удобно. Вот эти ножи я только заправляю. Я их не точу, только заправляю. Вот таким вот, сейчас покажу вам, правилом. Тоже, тоже из Икеи. Вот так, раз, два, три, четыре. Все, ножик вытер и пошел работать. Мне эти ножи нравятся, очень удобно мне ими работать. Ну, кому как. Тем временем, берем голень цыпленка и снимаем с него филе. Филе мы будем отправлять в наш супешник. Хочу шкурку, вот и попку я убрать. Кому нравятся шкурки, попки, оставляйте, я убираю. Осталось подготовить картофель. Поджарка уже тоже готова, можно выключать ее. Теперь ждем полного приготовления нашего бульона, добавляем все ингредиенты и ставим еще раз программу. Уже суп 20 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы у нас все приготовилось. Вот что надо было этой девочке играть. Я игрушку на крышу заставил. Сейчас посмотрим, прыгнет нет. Синди, прыгай. Вот молодец. Синди, она не упала. Давай еще. Давай. Давай, 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 доставай. Доставай, доставай игрушечку. Давай. Давай, 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 давай. Доставай, доставай игрушечку. Синди. Хулиганка. Уф. Че ты? Доставай давай. Не, 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 меня не трогай. Нет. Оп, молодец. Еще давай. Оп, молодец. Высоко прыгаешь. Доставай, давай. Доставай. Давай. Доставай игрушечку свою. Давай. Оп, молодец. Нашел кошке занятие, а то ходила, орала. Мяу, мяу, поиграйте со мной. Вот, играй теперь сама с собой. Все. Процесс приготовления у нас завершен. Давление сбрасывается. Вот такой горох мы будем использовать. Увелка. Поняли, да? Он быстро готовится. Вот 25-30 минут написано. В нашей скороварке, я думаю, что займет процесс приготовления 20 минут. Ну, этого будет достаточно. Мы перед тем, как опускать все наши ингредиенты, достанем ребра, отделим мясо от костей и опустим обратно. Добавляем в нашу, в наш бульон, нашу зажарку. Добавляем в нашу курицу с картофелем. Добавим один пакетик гороха. Я думаю, этого будет достаточно. Я так думаю, ребята. Мясо с ребер. Вы добавляете соль по вкусу, кому сколько надо. Мне, я думаю, вот достаточно будет моей вот такой нервной ложечки. Один лавровый лист. У меня два по половинке. Добавляем немного горошком перца душистого. А по остроте перец каждый сам себе потом будет добавлять, кому сколько надо. Закрыли нашу мультиварку и меню. Выбираем мясо. Суп 20 минут нам хватит. Если вы не любите долго возиться с ингредиентами, я вам вообще предлагаю еще быстрее. Прямо экспресс-метод приготовления горохового супа. Также берете бекон, лук, морковь. Все это закидываете в кастрюлю. Также берете один окорочок. Также закидываете его в кастрюлю. Ребрышки уже не обязательно. Вы можете их добавить. Все ставите также на программу 40 минут. Мясо и все. И у вас суп через 40 минут готов. Вытащите также ребрышки. Почистите их. Обратно мясо положите. И также куриную ножку достанете. Мясо отделите от костей. И обратно закинете. Пока наш супешник готовится, мы поедем за лицей. На улице у нас дождь. С утра была погода хорошая, но уже пошел дождь. Взял зонт для Алисы с собой. Цветной у нас. У меня черного нету. Не покупаю я зонты, не пользуюсь ими. Хотя, наверное, надо. Ну что, как учеба? Нормально. В ЛФК последнем было? Да. И ты решила переодеться все равно, да? У меня просто была майка. Ага. Ясно. Сегодня какие предметы были? Сегодня была азбука. Сдавали тест. Ты сдала? Да. Еще у нас были прописи. Ну молодцы. Домашки много задали? Нет, вообще не задавали ничего. Вообще ничего не задавали? Нет. Часите, повезло. Только задавали одну прописи. Ну вот, ты говоришь, не сдавали прописи. Придется домой прийти, пописать, да, доченька? Я уже дома. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ох. Какой аромат. И выглядит красиво. Сейчас будем пробовать. Ну что, пришла пора дегустировать. Вот такая красота. Еще и лук, чеснок порезал и сметанки хочу добавить. Сейчас будет вкусно. Пока просто бульдом давайте попробуем. Вкусно? Ммм, Юля. Я пополела. Ой, какая вкуснятина. Такой аромат стоял. Я когда готовил, Юля все слюной изошла. И наелась. И наелась. Сейчас села за работу. И некогда ей больше покушать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы уже поели. Алиса уроки делает. Я собрался в пятеру. Алисе пришла тетрадь. Мы в прошлый раз с ней купили тетрадь рабочую по окружающему миру. Юля заказала ее, она пришла. Сейчас пойду схожу, заберу. Похоже, в Краснодар осень пришла. Посмотрел прогноз погоды. До субботы дожди будут. В субботу вроде как пасмурно, без осадков. Но будет видно. А мы в субботу хотели поехать на ярмарку. Представляете, прям в пятерочку приходит заказ. Вообще обалденно. Сейчас на кассу зайду, заберу. Все. Забрал посылку. И начался дождь. Я же везунчик. Счастливчик. Все. Дождь зарядил. И не успокаивается. И так до конца недели. Всем спасибо за просмотр. За то, что были со мной сегодня. Ставьте Лукаса. Обязательно подписывайтесь. Не забывайте. Всем пока-пока, ребята. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok